А теперь к новостям вокруг главного политического события года выбором президента Беларуси. Промежуточные отчеты миссии наблюдателей на президентских выборах в нашей стране обнародовали эксперты СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. За авторами двух текстов выступили около 50 человек от БДИПЧ ОБСЕ и более 300 представителей от стран и структур СНГ. Эксперты от СНГ подчеркнули, что заблаговременное приглашение миссии обеспечило системный мониторинг избирательного процесса, а также отметили, что в Беларуси созданы все необходимые правовые и организационно-технические условия для международного наблюдения за выборами, что свидетельствует об открытости и прозрачности избирательного процесса. Кроме того, по мнению миссии СНГ, подготовка к предстоящим выборам проводится планово и последовательно. Выдвижение и регистрация кандидатов в президенты, а также рассмотрение жалоб и обращений проходило в соответствии с кодексом. Западные наблюдатели отметили, что с парламентской кампанией 2012-го появились изменения в отношении медиа и вопроса фондов кандидатов. Было подчеркнуто, что три кандидата имеют в цике представителей с правом совещательного голоса, а на уровне комиссии в целом по стране места получили команды всех четверых претендентов на пост. Большинство наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ обратили внимание на открытость предвыборной атмосферы, но указали и на то, что с точки зрения оппозиции выборка кандидатов была ограничена. При этом доступ к информации по выборам в интернете существенно более открыт, чем ранее, а число новостных сайтов, которые освещают кампанию, значительно возросло. Также западные эксперты подтвердили возможность без ограничения общаться не только с представителями властей, но и с кандидатами, участниками политических партий, медиа и негосударственных объединений. Тем не менее, отчет БДИПЧ содержит ряд отсылок, в том числе к бывшим кандидатам, которые отметили нехватку равных возможностей. В БДИПЧ ОБСЕ отметили, что представленные в отчете плюсы и минусы – это заключение лишь отдельных членов миссии.